Вы знаете, ничего обязательного здесь не было, просто я понимал, что, так сказать, все мои интересы лежат в области советской драматургии, как советской литературы. И, естественно, когда, так сказать, мы уже договорились, что я что-то буду делать, я вынужден был перечитать огромное количество советской драматургии. Шварц, который я всегда любил, оказался наиболее близок просто, ну, как к сегодняшнему моему состоянию, что ли, да? Вот, и плюс Шварц универсален в том смысле, что он понятен любому человеку, просто каждый находит в нем что-то свое. И мне показалось, что это будет правильно, если это будет Шварц, а поскольку я еще, так сказать, перечитал всего Шварца, еще и добавил к нему Эрдмана, их совместный, так сказать, сценарий, то, в общем, получилась такая фантазия на тему. Сколько времени вы создавали драматургические материалы, объединялись, объединялись? Или, в конце концов, может быть, так? Нет, я пришел уже с готовым, так сказать, что-то менялось, конечно, в походу, но минимально. Я думаю, что, я не думаю, что я как-то долго очень сильно работал, это не война и мир, и, в общем, все уже было написано, да? Это, скорее, композиция, чем, так сказать, новая драматургия. Поэтому я думаю, что все уложилось, в общем, в год, и постановка, спектакль, и все остальное. Вообще, какое-то случилось ли, профессиональное, творческое, мировоззренческое открытие во время работы с этим материалом во время ДТП? Мировоззренческое вряд ли, поздновато. А что касается творчества, ну, конечно, да, это просто другой вид искусства, я бы сказал. Практически другой вид искусства, понимаете? Это то, что я знал когда-то, я забыл, поскольку не занимался этим почти 40 лет. И все это было заново, и, конечно, очень много неожиданностей, и очень много нового того, к чему я не был готов. Именно в отношениях с артистами, с материалом, с репетициями, с результатом, ну, и так далее. Я сказал, новый опыт, действительно такой, по-настоящему новый опыт. Вот, может быть, самое главное открытие, самое главное понимание, да, все равно, мне кажется, когда мы ныряем, ну, это не новое, нельзя быть новое, конечно, для вас, но когда мы заново открываем эту сферу, может быть, чуть-чуть меняется представление. Какое основное понимание о том, что отличает театр, как искусство, от одно в плане языка? Что важно в театре, что может быть, как важно, наоборот? Работа режиссера в театре — это онисотворенный связи профтрут. Если в кино я могу что-то зафиксировать, то в театре я практически ничего зафиксировать не могу. И я каждый раз, приходя на, вот сейчас идут прогоны, каждый раз, придя на прогоны, я понимаю, что у меня есть шанс увидеть совершенно новый и другой спектакль. Иногда редко это радует, изменения чаще огорчают, но пока они работают стабильно, надо сказать. Но я понимаю, что в любой момент это может превратиться в нечто противоположное. И в этом основное отличие. И я вообще поражаюсь доживающим до 50 лет театральным режиссером. Это, мне кажется, такая работа, за которую нужно действительно отдельно платить и отдельно как-то их охранять. Они должны на пенсию в 45 уходить, как балетные работники. Но вы будете продолжать? Нет, я не планирую. Нет, это был, так сказать, такой всплеск эмоциональный, значит, благодаря Егору Перегудову, да, я не предполагаю. То есть он нас уговорил? Именно, да, это просто воспользовался, так сказать, моей вялостью и, значит, уговорил. А что вы имели в виду так? Можно как-то... Я имел это в виду когда-то. Спектакли. Ну вот монархия, демократия, ну демократия, какая-то такая. Вы можете позицию как-то вот очистить? Можете сохранять, еще не хватило ни позицию. Что еще? Больной, что позицию еще. Значит, ну вы же сейчас все проговорили. Монархия, демократия, что там еще вы говорили? Любовь, кровь, любовь. Еще раз говорю. Во-первых, я заегся вообще формулировать, про что делается фильм, спектакль. То есть все равно, что бы ни сказал, все равно все по-своему оценят. Во-вторых, здесь все настолько, мне кажется, прозрачно, очевидно, это самое, да. И каждый найдет... Это про любовь подумает, что это, подумает, что это, как вы говорите, про монархию. Вот, а кто-то, да, про демократию, да. Вот, самый мухой. Значит, и каждый найдет свое, и найдет, и слава Богу, или не найдет, все тоже в общем нормально. Сказки для детей, по мнению психологов, они помогают преодолевать какие-то детские страхи. Сказки Шварца, ну, совсем другие, для взрослых. Вот, на ваш взгляд, ваша другая сказка, такая вот сказочная компиляция, она что может помочь преодолеть зрителю? Ну, во-первых, ощущение одиночества. Мне кажется, самое главное вообще в театре, и в частности вот в этом спектакле, мне кажется, преодоление одиночества. Потому что есть масса мыслей, в которых, тебе кажется, так сказать, про которые думаешь только ты. И когда ты понимаешь, что про это думает еще кто-то, это как-то, ну, как-то, я бы сказал, успокаивай. Вот, вот это для меня главное, пожалуй. Если люди ощутят какую-то свою общность, общую эмоцию, то, чего не хватает, общую позитивную эмоцию, что самое главное, это вполне достаточно для этого сказки. Спасибо большое. Спасибо вам.